Здравствуйте! Это проект Заряд Бодрости. Приветствую вас на утренней тренировке с Михаилом. Привет, Миша! Привет! У нас сегодня второе занятие. И что мы будем делать на этот раз? Мы ничего сегодня не будем делать. Ладно, все, расходимся. Давай, пока. Будем делать упражнения и для нижней части тела, и для верхней. И все это вообще вместе. Опять же, одна из целей развития, ну, не практически всех, но таких основных качеств, которые должны быть в человеке. Это какие? Давай перечислим. И сила, и гибкость. Он должен быть быстрым, да, и он должен уметь скоординировать движение, да. То есть все это постараемся собрать за такой короткий отрезок времени. Да, быстрее, выше, сильнее вместе с нами. Да, именно так. Начинаем тогда? Первое упражнение. Опять же, если вы смотрели предыдущий выпуск, вы примерно понимаете, по какому принципу я раскладываю упражнения. Нулевой уровень, самый простой. Стопы нужно поставить чуть шире таза. Носки должны быть направлены в сторону. Если вы делали это упражнение, классно, вы сейчас делаете его легко. Кто не делал его, просто следите как за комментариями, так и за тем, что мы делаем. Нужно опустить таз, при этом отвести его максимально назад и постараться коснуться до пола. Как еще одна альтернатива, я прям даю еще один легкий вариант. Сделать хотя бы в полуамплитуды, ну примерно там до середины. Хорошо. Много повторений не обязательно делать, да. То есть у нас нет какой-то цели, там, закачать ноги, да, привести их в состояние, когда потом невозможно ходить, гулять и так далее. Нет, сделать для того, чтобы понять, как это делается. Когда мы выполняем, колени должны быть направлены ровно в стороны. Следите за тем, чтобы ваша спина, да, в принципе, верхняя часть тела, да, сохраняла ровную линию. Да, ну и взгляд вперед. Дыхание. Вдох вниз, выдох наверх. Да, все просто. Далее. Уже становится немного интереснее. Что нужно сделать? Опустить руки, увести их вперед, вернуть обратно, ух, и выпрямиться. Все просто. Да. Окей? Опуститься вниз, шагнуть, там буквально два шага, вернуться обратно, выпрямиться. Что здесь еще хорошо? Когда мы уходим вперед, мы должны удерживать себя мышцами живота. Следите за тем, чтобы во время отшагиваний, да, ваша спина, опять же, сохраняла ровную линию. Если, немного раз передохнем, если вы понимаете, что не можете опуститься полностью вниз, как мы сейчас это проделали, попробуйте сделать разогревающее движение, да, может быть, просто походить на месте, как вариант, разогреться. Понятное дело, вот сейчас все эти упражнения, которые мы сделаем, они пробуждают, разогревают и так далее. Но для того, чтобы еще до них дойти, нужно, может быть, сначала, ну, как-то прокрутить суставы. Да, 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 какая-то суставная гимнастика, назовем ее так. Окей? Все, идем дальше. Смотри. Усложняем далее. Опустились. Шаг. Вывести ноги вперед. Ой-ой-ой. И вернуться обратно. Ага. Ой, это какой-то зверек. Опуститься вниз. Да-да-да-да-да-да. Это перевести ноги вперед, выпрямиться и вернуться обратно. Все просто. Мне кажется, мы еще, ну, заряжаемся такой веселостью детскости, что ли. Детскостью? Да. То есть, если у вас уже появилась улыбка, если вы даже смеетесь над нами, классно, это значит, это хорошо. Цель выполнена. Да-да-да. Опуститься вниз, перевести ноги вперед, да, и вернуться обратно. Такой, вытаскиваем животный инстинкт, наверное. Да. И опустились, перевели. Давай, это последнее повторение. Вернулись обратно. И все. Завершающий уровень, да, который мы проделаем. Посмотри, и мы попробуем вместе. Вперед. Выпрямиться. И то же самое, только обратно. Насчет рук. Старайтесь все-таки ставить ладонь полностью, да, так как если вы будете ставить на костяшки, ну, например, как я сейчас, вы можете ненароком, да, случайно вывернуть пальцы. Не дай мне. Да-да-да, давай попробуем третий уровень. Лучше без травм, пожалуйста. Да, опуститься вниз, перевести ноги вперед и вернуться обратно. Так же. Еще раз, да, да-да, все верно. Перевести ноги вперед и вернуться обратно. Давай, попробуй. Да, хотя бы так. И причем с каждым повторением. Хотя бы так. Хотя бы так. Я уверен, что с каждым повторением, на самом деле, будет получаться все лучше и лучше. Потому что само по себе, я думаю, ты поняла, упражнение нестандартное. Да. Вряд ли вы где-то его, наверное, даже видели. Если видели, классно. Если делали, еще круче. Окей? Все классно, да. Идем дальше. Идем дальше. Следующее движение. Оно будет полезно как для восстановления коленного сустава, да, так и, в принципе, оно будет полезно для разгона. Сейчас поймешь, о чем я. Исходная позиция. Левую ногу вперед, правую ногу назад, на носок, да. Ваш корпус, ваша верхняя часть тела должна быть немного под наклоном. То есть мы не стоим вертикально, да, немного будет не то. Именно под наклоном. Что мы делаем? Во-первых, втянуть мышцы живота. Да. Следим за тем, чтобы колено было ровно над стопой. Обе руки вытянуть наверх. Правую руку опустить вниз. Движение идет только руками. Смена. Снова. Все, что вы должны выполнять. В идеале, да, если вы все правильно выстроили в плане исходной позиции, вы также должны еще почувствовать ягодичные мышцы. То есть левая ягодица должна, по сути, немного, но включиться. Здесь мы ориентируемся, опять же, не на количество повторений, а на тайминг, на время. Задайте себе примерно 30 секунд, после чего смена стороны. Хорошо. Правую ногу вперед. Опять же, проверили колено над стопой. Выровняли таз, да, стараемся без сальсы. Выпрямиться. Живот втянуть. Обе руки наверх. Корпус немного под наклоном. Левую руку увести. Погнали. Теперь следим за дыханием. Стараемся также, чтобы голова не проваливалась вниз. Да, то есть подтянуть голову. Следить за ровной, да, за прямой линией позвоночного столба. Угу. Дыхание свободное. Самое главное дышать. Вдох через нос, выдох через рот. Ну и опять же, ориентируйтесь на тайминг, да, примерно 30 секунд. И после этого. Оп. Идем дальше. Отлично. Мне очень понравилось. Это первый уровень. Да, у нас еще два. Второй уровень. Что нужно сделать? Левую стопу вперед, правую ногу назад на носок. Опять же, немного самортизировать, хотя бы немного коленом, да, левым коленом. Обе руки вытянуть наверх. И вот здесь бинго, правую ногу приподнять. Ага. Опять же, и координация, и баланс, да, нужно себя удержать. Если не получается, мы просто ставим носок на пол. Угу. Правую руку увести вниз. Начали. Движение то же самое. То есть просто меняем руки. Следим за тем, чтобы наш корпус, он не сваливался налево или направо. Стараемся себя все-таки удержать, да. И удержать мы можем лишь за счет мышц кора. Все, вернуться. О, классно. И то же самое с другой ногой. В принципе, все то же самое, да. Давай мы сразу перейдем на третий уровень. Да, тогда? Да. Третий уровень. Что можно вроде бы еще придумать? Можно. Сейчас покажу. Левая стопа вперед. Правая нога, как мы уже поняли, она должна быть приподнята и должна быть приподнята за счет ягодицы. Да. На левом колене нужно присесть, да, как пистолетик, да, вот это старое упражнение. Опять же, во время того, когда вы присели, ваше колено должно быть на ровной линии, да, над стопой. Если вы чувствуете, что начинается какое-то вот такое движение, самый первый уровень, начали. Первый или второй? Да, 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 да. Присесть на колени, да, точнее, присесть, руки вытянуть наверх, правую руку вниз. Раз, приступили. Да, выполняем. А, хорошо. Давай, я покажу на тебе, да, делаем. Может быть, мне повернуться? Давай, 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 повернись. Да, есть что, я как раз подкорректирую. Вы можете посмотреть, да, какие ошибки зачастую допускаются. Правая нога в идеале, да, должна быть немного выше. Немного. Постараться, по крайней мере, да. Таким образом, мы включим еще лучше ягодицу. Левое колено еще чуть сильнее согнуть. Следите за тем, чтобы колено было ровно над стопой. То есть, если вы понимаете, что колено вышло за стопу, да, за носок, лучше передохнуть, остановиться и потом себя подкорректировать. Ты уже устала? Нет, я могу еще стоять в вечность. Да, да, да. Все? Да, 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 да. И, опять же, для суперподготовленных вы можете садиться ниже, ниже, ниже. Может быть, работать руками еще быстрее и так далее. Бонусов, опции. Сделаем на другую ногу? Сделаем на другую ногу. Правая нога, да, вперед. Колено согнуть. Левая нога приподнята. Руки вытянуты. Левую руку вниз. У, погнали. Да. Взгляд вперед. Следим за осанкой. Следим за активными мышцами живота. Стараемся прям цепляться за пол стопой, да, то есть стабилизировать себя. Ну, и, понятное дело, следить за дыханием. Угу. Есть. Все. Ура. Все просто. Опять же, три упражнения. Точнее, два упражнения, да, которые, если вы проделаете перед работой или перед какими-то своими повседневными делами, они дадут вам энергии, да, заряда. Бодрость как раз наш проект. Спасибо большое, Михаил. Мы на этом заканчиваем, да? Спасибо тебе. Да. Два упражнения забирайте. Ну что же, мы еще не прощаемся. На самом деле, встречаемся завтра в это же время. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова